Темно, я на пляже в Клитмеле в Дании. Спереди меня ждет испытание, пройду на веслах до Норвегии 130 километров. Я мечтал об этом с тех пор, как начал заниматься сапсерфингом. И сегодня, наконец, у меня есть возможность исполнить эту мечту. Погода отличная, дует ветер, причем в нужную сторону. Надеюсь, я смогу поймать волну. Шестнадцать часов спустя. Военно-морская база, предупреждение. Я слышал Каспера. Ниже 340 спускаться нельзя, еще раз послушаю. Да? Доложите статус, прием. Каспер упал в воду. Он пытается выбраться и снова встать. Каспер хочет, чтобы его брат подошел на гидроцикле. Траулер сможет подойти? Вас понял, отправим Питера на траулере. Он в воде. Он в воде. Течение сносит вас к архипелагу. Но лодка не может туда подойти. Ты сделал все, что мог. Мы не все можем контролировать. Придется все отменить. Нужно спасать Каспера. Вас понял. Отменяем конец связи. Держись за ремни. Держусь. Давай, давай, давай. Потихоньку. Помогите ему спуститься. Все было так быстро. Я очень быстро замерз. Никогда такого не переживал. Трехкратный чемпион мира по сапсерфингу Каспер Штайфт попытался в первые пройти на веслах от Дани до Норвегии. После 16 часов гребли и из-за усиления ветра и опасных течений он прервал свою миссию. За 114 километров и более чем 50 тысяч взмахов Каспер сжег более 11 тысяч калорий. Он готовится к новой попытке. Стать первым человеком, пересекшим Скагирак. Мечта дачанина утонула в бездне. Всего в 12 километрах от берега Норвегии. До Норвегии с одним веслом. Клитмиллер. 114 километров, 16 часов и 23 минуты. Вот тут все было очень медленно. Вот здесь можно увидеть течение. Это последний участок. Ты здесь перевернулся? Тут уже на лодке, вот здесь, да. Все видно. Вот здесь ты решил, что нужно продолжать идти по кривой. Я оказался где-то вот здесь. Так что помимо ветра были и другие факторы. Мы недооценили ветер. Особенно у побережья, которого я не знаю. Но там довольно каменистая, а следом обрушились волны и течения. Создав бурлящую воронку. К таким волнам я просто не был готов. Твоя цель перейти Скагирак на веслах? Но это еще не все. Твой проект, твоя история. И далеко не все здесь ты можешь сделать сам. Главное, что я хочу это сделать. Это пройти Скагирак. Это для меня главное. Остальное вторично. Переправа викинга. Уроки плюсы и минусы. План питания. Морская болезнь. Обезвоживание. Очень странно писать о себе в третьем лице. Какие забавные. Покататься хочется? Да. На Гавайях я год прожил с Каем. И он мне рассказал... В древней Полинезии, то есть на Таити, Гавайях и островах Тихого океана для навигации часто брали на борт свинью. И когда полинезийцы сомневались в том, где суша, они бросали свинью за борт и смотрели, куда она поплывет. А она показывала направление. Интересно, а где суша? Ну, ты знаешь путь. Или веришь то, что знаешь. Ну, почти весь путь, знаю уже хорошо. Тебе не кажется, что мы были наивны? Я так далеко не задумывалась и говорю лишь о себе. Возможно, да, я была. У мальчика все под контролем. Такое вы производили впечатление себе. У нас все под контролем. Но мы тут недавно разговаривали, и Петер стал рассказывать обо всем. Гидрокостюмы, гидроциклы, вот это все. Я начала переживать. А если там врач? Я подумала, а вдруг ты упадешь в воду? И потеряешь сознание. Если на тебе жилет. Ты сказал, у тебя есть сигнал и ракета, и что? А если ты упадешь в воду, не сможешь ее запустить? А если потеряешь сознание, как тебя найдут, где ты находишься? И я подумала, что это очень глупо. Какой в этом смысл? Зачем? Для меня смысла не было. Ну, конечно, ты хотел столкнуться с трудностями. Ведь тебе придется еще больше выложиться, чтобы доказать, кто ты есть. Когда говорят, ты это сделаешь ради себя, меня это бесит. Когда люди так говорят. Конечно, это риск выйти на воду летним вечером и грести 24 часа подряд. Испытание для тела и души. Я не считаю, что делаю глупости. Мне все понятно. Разведывательная поездка в Норвегию. Посмотри. Ух ты. Ты бы там ни одну волну не поймал. Скагерах за 37 дней до начала. Смотри. Мне кажется, когда ветер попутный, я трачу слишком много сил. В принципе, когда ловишь волну, у тебя и пульс ускоряется, а потом замедляется. И мне кажется, что дело в том, что на длинных дистанциях ты устаешь из-за высокого пульса. Ветер сейчас штормовой, 7-8 баллов. Мы даже еще не так далеко. Мы пока еще близко к суше. Представляете, что будет у Норвегии? Безумие. Это не просто безумие. Это дикий откат волн. В некоторых местах выпало более 50 сантиметров снега. Возможен сход лавин. Используйте подходящие шины. Условия для вождения сложные. Возможны задержки в пути. Звучит прекрасно. Ты взял подходящие шины? Норвежцы ненавидят датчан. Вот из-за таких ситуаций. Заблокировали им всю дорогу. Так что нет хода никуда, не сюда. И как они это делают? Почему-то не подходит. Мы справимся. Хорошо, спасибо. Мы попытаемся. Ладно, ладно, хорошо. Спасибо, что помогли. Где ты был? Вот там, в 10 километрах. Примерно в 10, вот там, да. Если будет западное течение, мне нужно будет двигаться к востоку. Да, к востоку. Тогда у тебя будет время. Достичь вот той точки. Если успеешь пройти острова, будет хорошо. Да, там нет течения. Это здорово. Я из Дании. Я тут изучаю погодные и не только условия. Потому что мечтаю братья на весла с Кагирак. Точнее, на Саборде. Течение идет из Ла-Манша. Оно приливное. Начинается вот таким образом. Идет вверх перед разворотом. Перед разворотом, да, оно движется вот так. Так что, если ты движешься в сторону Кристиан-Сан, используешь GPS, то автоматически окажешься здесь. Но выйти нужно вот тут, так путь будет короче. Нужно выйти в Вестгарбете. Вестгарбе, да. Вестгарбе, да. Вестгарбе, да. Надеюсь, там хорошее столовое. Бизнесмены, богатые люди. Те, у кого есть власть, все без исключения. Вручение награды гражданин года. Можно бокальчик, конечно. Привет, Каспер, привет. Тебе помогает твой стержень, люди вокруг тебя. Ты стал тем, кто ты есть благодаря им. В этом году награду получил Нильс Кристиан Кристенсен. В этом году все иначе. С огромным удовольствием мы вручаем награду четырехкратному чемпиону мира по сапсерфингу Касперу Штайнфату. Как вы и сказали, у меня со Скагираком есть кое-какие счеты, которые я хочу свести. Сейчас я ищу финансирование на этот проект. Надеюсь, что вы тоже поучаствуете. Первое февраля. Хорошее время. Возможно, не самое легкое. Темнота и холод стали главным испытанием. Нужны правильные погонные условия. Но сейчас я стараюсь разобраться с логистикой. Сейчас мне нужна плавучая база, скажем так, да, это очень важно. Я рассматриваю все варианты. Давай, я дам тебе свою визитку. У вас нет надувной лодки, которая прошла бы с Скагирак? Боюсь, что нет. Привет, я Каспер Штайнфат. Я вас отвлекаю? Нет. Я написал на фейсбук, чтобы выяснить, нет ли у знакомой лодки. Вы не знаете кого-нибудь, у кого может быть лодка? Сообщите, пожалуйста. Да, пока нам не везет. Порт Харнсхольм. Так, мы ищем маленькую надувную лодку и вот такую базу побольше. Да, звучит разумно. Ищу лодку, вроде той, что была в тот раз. Наверное, примерно вот такая. Норвежская, 123. Это норвежский, Ярусалов. Да, вон там еще один есть. Чтобы людей поднимать или чего? Ну, я думаю, что она тебе помогла. Значит, ты справишься. Главное подготовиться. Да, 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 конечно. Пребен, ты можешь помочь с лодками? Да, я бы хотел, давай посмотрим. Мы поговорили, а я нашел старую карту. Посмотри, Каспер. Кажется, одни из самых худших вод для навигации. Как раз в этой части Северного моря. Они просто непредсказуемы. Да, это точно. Ветер даже не особо усилится, а тебя уже начнет кренить вот сюда. Хуже всего будет, если станешь туда грести. На Востоке будет еще хуже. Да, это проблема. Вот это для меня непривычно. Обычно я соревнуюсь с людьми на разных дистанциях. Здесь я не соревнуюсь с человеком, я борюсь против стихии. Нет, ты кое с кем соревнуешься с самим собой. С кем четырех не Jumps. I倒北. Это для меня, я не знаю. В этом году ты серьезно готовишься. Уж точно серьезнее, чем в прошлом. Компас, все такое. Вот значит, как он выглядит. Вот здесь идеальное место. Хорошо. Дай мне чем тут нарисовать. Компас может отвалиться. Окажусь я в Швеции вместо Норвегии. И что ты скажешь? Ему бы лучше сделать что-нибудь полезное или вдохновляющее. Надеюсь, у него опять не выйдет. Будет такой позор, он просто идиот. Кто-то злится на тебя. Ну-ну, опечатка, пардон. Кто заплатит за его ошибки? Какова цена для общества? Душевные болезни проявляются по-разному. Через экстремальный спорт тоже. Мне сложно понять, что заставляет людей тратить время на комментарии. Такого типа, что за ужасная идея, пересечь Кагирак. Тролли? Они думают, что их мне не важно. Вот они и пишут. Стражи общества. Люди просто ожесточились. Я так думаю. Многие люди не понимают нынешних возможностей. Есть школа, есть университет. Все и без вариантов. А мы живем во время, когда внезапно у тебя есть свои идеи о жизни, свои правила. Очень эгоистично. Думаешь, это эгоистично? Клит Меллер. За 28 дней до старта. Привет. Магнус, тренер. Привет, Магнус. Видишь меня? Вижу. Самым сложным будет... Меня беспокоит то, что ты этого действительно хочешь. Да. Даже если тебе станет больно, ты не остановишься. Почему ты думаешь, что я такой упрямый? Это твоя карьера, твоя жизнь. И это важный проект. Особенно из-за того, что у тебя не получилось в том году. В этот раз ты хочешь достичь цели еще сильнее. Да, я не хочу неудачу во второй раз. Я надеюсь, что научился на своих ошибках. Но у меня другой вопрос. В том году мы начали в 5 утра. В этом году я думаю, что буду медленнее. Так мне кажется. Так что я хочу начать раньше. Я подумал, что если условия позволят, можешь начать вообще в 3 утра. Но проблема в том, что тогда у меня собьется сон. Тебе нужно заранее изменить режим сна. Где-то за неделю до старта? Нет, уже сейчас. Сейчас именно. Будильник в 3.00. Будильник в 3.00. Продолжение следует... Продолжение следует... Чемпион вновь! Каспер Штайнфадт, который сможет снова стать чемпионом у себя дома. Но теперь он понимает, что стал чемпионом мира и получил еще одну золотую медаль. Викинг! Невероятно! Мой братцы это мое главное вдохновение, потому что он... Поговори просто с ним, он моя полная противоположность, правда? Он не любит соревнования. Это ему ничего не дает, потому что... Я не знаю, может ему не нравится побеждать. Но он очень хорош. Но соревнования его вообще не впечатляют. Я с самого начала много думал об этом. Вообще, что ты делаешь и зачем? Я должен признать, что от природы я люблю соревноваться. Я люблю, когда мне бросают вызов. Подталкивают. Я очень ярко помню тот год на Скагираке, когда я несколько часов боролся в темноте. На доску встать не мог, руки сводила. Все тело болело, отказывало работать. И что-то внутри меня как будто думало, сейчас сдаваться нельзя. Ты способен на большее, Каспер. Я доволен всем этим, чего успел достичь. Я чувствую, что по-настоящему сделал все, что мог ради титулов. Но в то же время я очень боюсь. Я очень боюсь, что меня запомнят лишь как человека с серьезным настроем, как спортсмена. Потому что я хочу быть чем-то большим. И, наверное, именно это и пугает меня. В жизни профессионального спортсмена, Когда ты посвящаешь все время, всю энергию и зачастую любовь к спорту. Ценой чего? Какими нас запомнят? За что? За наши выступления или за характер? Я понял именно то, что я боялся такого ярлыка. Какого-то терминатора или робота, или просто спортсмен, который тренируется. И даже личностью не обладает. Я этого не хочу. Я не хочу быть известным как чемпион мира. Если люди меня запомнят, Если я смогу пробудить в них эмоции и мысли, Когда они услышат обо мне, то я буду счастлив. До Норвегии с одним веслом. Прямо сейчас я сижу и смотрю на прогноз погоды на следующие семь дней. Пусть даже ветер может измениться. Четверк может стать удачным моментом. А возможно, ветер изменится в нужную нам сторону. И подует на юг. Я уже слышу тихий шепот в моей голове. Или крик моего брата. Да, конечно, он может измениться к лучшему. Но и к худшему тоже может. То, что я увижу в прогнозе, Мне нужно будет проанализировать и составить план. На этом проекте у нас есть зазор 48 часов. И через 48 часов я должен сказать всей команде Время пришло. В такой ситуации очень хочу, чтобы проект удался. И поэтому начинаю интерпретировать прогноз погоды. В свою пользу, так как мне хочется. Как будто я ищу то, что хочу увидеть. И в определенном смысле я не вижу то, Что там на самом деле. Я неправильно воспринимаю погодные условия. И это плохо. Ведь мне нужно принять серьезное решение. Начинать нам нужно сейчас или нет? КОНЕЦ Привет, доброе утро. Ну что ж, она готова, черт, с ума сойти. Точно не сломается. Знаешь, это как двигатель. Человек на доске. Отвечать за это не хочется. Никому это не нужно. Поэтому я доверяю твоей работе. Крепление марамидное в углеводородное волокно. Они никуда не денутся. Я не понимаю, что ты тут творишь. Не понимаешь, что я делаю? С этой доской внизу что не так? Пока я не решил, но нужно ее переложить. Давай вот эту подвинем. Может, так и надо было. Но иногда ничего не получается. Воскресенье выглядит многообещающе. Теченевская геракия клонится к западу. Но, Александр, мы очень хотим принять решение сегодня. Скажи, когда самое позднее время, чтобы тебя предупредить? Судя по данным, в воскресенье будет очень интересное погодное окно. Сейчас мы смотрим на прогноз погоды на следующий час. После этого сможем принять решение, начинать или нет. И я тебе сейчас кое-что скажу, Мартин. Теперь он опять ходит кругами. Последние три недели он играет на пианино. Привет, Прэбен, это Каспер. Пожалуйста, перезвони, когда получишь сообщение. Новости есть? Начинать придется очень рано. Старт в районе часа ночи. Это реально? Не знаю, поспать-то сможешь. Да, наверное, но... Судя по всему, это пока лучший промежуток времени. Думаю, нам стоит объявить о начале. Но за два дня все сможет измениться. Да. Мне кажется, нужно объявить о старте. Но с оговоркой. Что если в следующие два дня что-то изменится, и это станет невозможным или опасным? Мы все прервем. Другими словами, я лягу спать четыре часа дня. Я отправлю письмо всем, кто в списке. Переправа викинга началась. Ты отправляешься в Норвегию? Пятерки не дождешься. Да, я дам пять. На берегу. За последние 24 часа я говорил по телефону больше, чем за последние два года. Из-за переправы викинга телефон просто... Порс Хирс Хаус. Курица, фрикадельки, арахисовая паста. Что-то случилось, не знаю, что именно. На воде спасательная лодка. Ждет, когда он выйдет. А нам тут звонят и говорят, что пропал серфер. Пропал серфер? За 24 часа. Нет, 12 часов раньше. Видели в 200 метрах от берега. Начинаем примерно через 10 часов. Полночь надеваешь гидрокостюм. Так. В 0.30 мы едем на пляж Кьюл. Так. Прибываем в 0.45. Ага. Отправляемся в час. Лодка будет уже на воде. Ясно. Прекрасно. 16.05. 10.48 вечер. Ты спал? Ты спал? Да, проспал 6 часов. Хорошо. Все взял? Да, все. Будет восточный ветер. Угу. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Чёрт! Ты вот сделаешь то, чего никто не делал. Время пришло. Пляж Кьюлл 18 марта. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как же хорошо, что уже расцвело Я больше не вижу сушу Я не вижу ни Дании, ни Норвегии Я посреди неизвестности 4 сэндвича, 8 батончиков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каспер, пожалуйста, поверни На 20 градусов вправо Час назад мне казалось, что я врезался в стену С точки зрения энергии И я был очень вялым Но я вижу свою цель и постараюсь двигаться дальше Максимально экономя энергию Потому что, скорее всего, именно последние 10 километров Будут самыми тяжелыми Я могу тебе сказать, что осталось 12 километров Всего-то Ух ты! Там я был в прошлом году Максимально экономя энергию Поговори со мной Какое расстояние? 8,5-9 километров Боковой ветер очень сильный Тут Мартин, а Петер Штайнфад поднимется на борт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда мы движемся? Мы направляемся к радиовышке А потом я тебя переправлю Приблизительно 5 километров Я хочу есть Вернее, больше не хочу есть Я обогнул самый сложный отрезок Теперь курс будет по прямой Теперь курс по прямой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...